Здарова вам всем, ребята, Кентуха на проводе! А вы когда-либо задумывались, кто такие разработчики и какие у них аккаунты? Так вот, прямо сегодня покажу аккаунты людей, которые очень сильно связаны со студией Axel Bolt. И я уверен, это видео вам понравится, но, братишка, прямо на секунду, прожми огромнейший лайк! Обязательно подпишись на меня! Ну а мы переходим на аккаунт номер один! Ну а прямо сейчас, ребятки, добро пожаловать на аккаунт номер один! Первый аккаунт это аккаунт ютубера-братишки, вы все его знаете, и этот ютубер тестирует бета-тесты обновы, потому что он с разработчиками на контракте. А обратите внимание, у него даже есть галочка! И я скажу честно, мне очень интересно посмотреть, какой же у него аккаунт, потому что я уверен, у него аккаунт супер крутой! И, кстати, да, давайте вначале перед этим посмотрим, что у него по статистике. Элита! В седьмом сезоне легенда, в шестом легенда, в пятом легенда, ну, наверное, в четвертом легенду угадал. И четвертом легенда, обалдеть! Просто обратите внимание, какой же это крутой аккаунт! 8КД! Ошалеть! Так, ну что же, ребята, теперь давайте посмотрим сообщения, какие пишут этому тестеру. Ку, как дела? Есть тип, который ММР багает со званием, есть варик его откинуть. Вы видите, я не шучу! Это реально человек, который связан со студией прям очень тесно! Он не вопрос, это возможности откинуть других людей, которые играют с софтом, обалдеть! Так, давайте посмотрим тут. Я умоляю, умоляю, дай голодишки, ну, естественно, все просто голодишки. Го, дуэль, го, дуэль, го, дуэль. Смотрим, что написано тут. Ты кто? Ты ку**ть! Максимально странное, как говорится, сообщение. Ну, а теперь мы переходим инвентарь. На счет 3 переходим инвентарь. Один, два, три, летс гоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 50к. Дальше смотрим. У нас идут какие-то вонючие эпики. Кому вообще нужны эти эпики? Зачем, мужик? Зачем тебе так много эпики? Возможно, разработчики сказали, там, не знаю, что-то протестировать или еще что-то. Так, давайте за все эти эпики, рарки. Ну, плюс 2 косаря, но это максимум. Идемте дальше. А дальше... На живые! Если честно, я прям хочу их открыть. Вот я вам отвечаю. Аж олеть, как их много. Блин, а сколько сейчас они стоят? По 2 косаря каждый! Мать моя женщина, как такое возможно? Они же недавно стоили по 800 голтишки, уже по 2 косаря! Ничего, не подорожали. Окей, давайте считай. 5, 10, 15, 20, 25, 3, 25. А, это минус штука. 24. 24 умножаем на 2, плюс 48. Ох, ребят, хорошо, что я дружу с математикой. Уже 100 косарей. Илл Макс, как тебе такое? Видео только началось, а у этого тестера обновок уже стоит. Как вам это 100 косарей? Как вам такое? У нас есть в Японкассике. Сколько они стоят? Они стоят по 90 голдишки. Кстати, да, в Японкассике тоже подорожали, поэтому мой вам совет. Закупайте, закупайте и еще раз закупайте. Считаем. Так, давайте. Так, запомни, у нас тут 3 штуки. Считаем, считаем. 5, 10, 15, 20, 25, 28 штук. Ну, плюс 3К, да? Плюс 3К, плюс 3К. Итого, данный аккаунт стоит 103 косаря. Пока что, вроде бы, как ничего такого супердорогого я не вижу. Но мы же, ребята, не дошли еще до самого инвентаря. А вот там-то будет самое интересное. Я уже вижу 3 пары перчаток. А, и 3. 8 пар перчаток. Притом, тут перчатки далеко не самые дешевые. Смотрите, перчатки геометрик стоят 5 косарей. Перчатки Левин Флэм стоят сколько косаря? 3. Ну, давайте за все эти перчатки плюс 15К. Итого, 118 косарей стоит данный аккаунт. А теперь начинается самое крутое, что есть на этом аккаунте. Это ножички. Ошалеть, как же их много. Ох, ребята, ну почему у меня на аккаунте всего лишь 5, а тут, оттуда их миллиарды как будто. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 33 ножичка. Притом, один из них, это М9 БН, который стоит 30К. Второй из них, это М9 БН, это Юниверс, который стоит 18К. Обалдеть. Вот как вы думаете, сколько стоят все эти ножички? Поставьте видео на паузу и прямо сейчас напишите ваше предположение в комментариях, потому что я просто в шоке! Ошалеть! Вот это инвентарь. Так, ну что, ребята, я прямо сейчас посчитаю, сколько стоит все это добро и скажу вам итоговую стоимость всего аккаунта. Итого, ребятки, плюс 79 косарей. Это у нас выходит 197 тысяч. И теперь мы дошли до самого интересного. Это Немлоскины. АВМ Спорт В2. На секундочку, 45 косарей. Но это необычная АВМ Спорт В2, потому что на нем есть привлекательный, сногсшибательный Чармик В2, который стоит но тоже тысяч пять. Поэтому, ребята, суммарно плюс 50к. Обалдеть! Это только первый аккаунт, чтобы дальше вас челюх отлетит. FNF Laser. Сколько он стоит? 20к? 22к. Ну, плюс 22к. FNF Laser. Дальше! Есть пигенессис. 25к угадал? 26. 26 плюс 26к. Итого, данный аккаунт уже стоит 295 косарей на данный момент! Это ошалеть, как дорого. Так, ребята, что же еще интересно мы видим? Фомас Юри. Ух ты! Ничего крутое! Обалдеть! Посмотрите на все эти наклеечки. Знаете, что самое интересное? Вот я почти уверен, что на этот аккаунт не было донатов. Эти аккаунты, эти все скины и голдишку, мне кажется, выдавали разработчики! Я в этом уверен. Поэтому, братишечка, подскажи нам, пожалуйста, где ты взял все эти скины, если ты смотришь это видео? Напиши в комментариях! Я уверен, что мы разработчики дали, да? Ох, походу ему, ребята, вместо зарплаты платили голдишкой. Обалдеть! Так, ну, давайте прямо сейчас... О, G22 Frozen! Вау! Еще и необычный, а обратите внимание, с четырьмя Винтерфанами! Пошли! Так, ну что же, ребята, прямо сейчас все, что мы видим на экране, это стоит... А я сейчас посчитаю и скажу, сколько это все добро стоит. A few moments later. Плюс 30-очка! 325 косарей! Да, да, да. Блин, обалдеть! Так, что у нас есть дальше? Что у нас есть интересное на этой странице? М16 виншет! Ну, это плюс 6 кусков. Вот смотрите, вот я знаю, сколько он стоит. 6 кусков. А, 3 куска! Обалдеть! Ну, ладно. Ладно, окей, я думал, подороже стоит. АКР-12 хаунд. Ну, это дешевенький скин, он стоит сколько? Косарик, плюс косарик, такое себе. АКР-12 рейлган. О! О! О, еще, обратите внимание, какие-то наклеечки! О! Ну, это минимум 8 косарей. Плюс 8 косарей. Так, смотрим дальше, смотрим дальше. АКР-некромансер, а ты что? А, дебыли же 3 самурая! Вы в своем уме? Блин, я не знаю, может, можешь заскамить, ребята, тестера? Как думаете? Ха-ха! Ну, это как будто будет не очень, да? Поэтому давайте лучше так делать не будем. М-4-1 импорал! Статрек! Обалдеть! Ну, вот это все, что мы видим, ну, что мы не считали, это все, ну, это минимум, ребята, плюс 15к. Минимум. Итого, да, на КР-некромансер дают 352 косаря. Дальше тут у нас дают легендарочки, легендарочки, ну, никого такими легендарочками не удивишь! Ну, давайте плюс косарик за все эти легендарки, ну, я думаю, больше это не стоит. Дальше тут обычные-обычные легендарочки. Ну, ребята, скажем так, о, о, а это что? А, это если не ошибаюсь, вот эти наклейки дешевые в интерпате, да? Они дешевые. О, Desert Eagle Dragon! А вот за это, ребятки, однозначно респект и лайк! Прям супер-крутые наклейки! Так, ну что же, давайте за этот дирелецкий плюс два косаря. листаем дальше, листаем дальше. Я уверен, на этом аккаунте еще куча наклейки, граффити паков, поверьте вы мне! Я в этом уверен! Так, листаем дальше, ну, давайте за все эти эпики, за все эти рарочки, ну, плюс десяточка. Я думаю, это все плюс-минус так и стоит. Итого, данный аккаунт на данный момент стоит 365 косарей. Так, ребята, идемте дальше, идемте дальше! Нам надо больше золота. Слушай, дальше как будто идут один комонки, комонки, я хочу наклейки увидеть. Я уверен, наклейки тут супер дорогие. Дальше тут чармики, но эти чармики тоже дешевые. Ну, давайте за все эти скинки, которые я пролистал, их пролистало очень много, но это плюс-плюс три косаря, плюс три косаря. О-о-о-о! Я говорил, я говорил, я был уверен, что на этом аккаунте есть куча крутых, дорогих наклеек. Ошалеть! Вот это наклеечки, вот это имба! Так, ну, давайте. Вот эти все наклеечки, в среднем, каждая из них стоит примерно по 500 голдишки. Ну, в среднем, да? Что-то дороже, что-то дешевле. Давайте почитаем, что по 500 голдишки. Тут у нас их 16 штук, это плюс 8 косарей. Да, ребята, с математикой я дружу. Так, теперь считаем, сколько стоит вот это все добро. О-о-о-о! Ну, тут уже наклеечки подороже, тут уже наклеечки посолидней. Ну, давайте за все эти наклеечки плюс 5К. Плюс 5К 381 тысячу. Данный аккаунт стоит прямо сейчас. Листаем дальше. у нас дают эпики, но это, ну, разве это дорого, по 300 голдишки? Для нас это пыль. Давайте за все, все, все это добро, за все вот эти граффити паки, плюс, ребята, 9 косарей. Итого. Да, аккаунт стоит 400 тысяч голдишки! Ну, секундочку, а вдруг мы что-то отпустили в моих запросах? И мы реально пропустили? Ну, тут как будто, тут как будто чел продает шармбоксы пауэрпрайсы, поэтому можно, в принципе, это не считать. Ну, что, ребята, это был аккаунт номер 1. Ну, а прямо сейчас мы идем на аккаунт, который будет еще круче. Поехали! Помогите, помогите, братва, потому что на булдропчик прилетел волшебник Мерлин, и ему нужна ваша помощь. Кстати, да, кто не в курсе, на булдропчике вышла обнова, а именно, добавили драконью коллекцию. И это далеко не все. Также, заходите в лавку Мерлина, обменивайте кровушку дракона на топовый дроп совершенно бесплатно. Ну, и куда без подарков? Хотел вам подарить сундучок, братва, откройте это яичечко. Второй, на бесплатную. Все наши лодочки снизу. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, перемещаемся на аккаунт номер 2. Это не просто аккаунт, это аккаунт бывшего разработчика. Ну, по крайней мере, данный человек мне так сказал. Ну, что же, давайте смотреть, что тут есть. Первое, что я вижу, ребятки, медальки. Ну, медальки дефолтные, хоть и красивые. Дальше, айдишечка начинается на 18. То есть, относительно свежий аккаунт. Сколько его? Пару лет всего лишь, да? Ник Деф. Ну, хотя, блин, это же бывший разработчик, поэтому, по идее, мы должны, можем сделать какую-то приставочку Экс Деф, да? Оп, оп, ой, Экс Деф. Смотрите, что за дичь? Что за дичь? Я написал Экс Деф, и ник не отображается. Я говорю, это по-моему, какой-то необычный аккаунт. Обалдеть. Ну, что же, давайте смотреть профиль. Профиль, как мы видим активный аккаунт, прям очень активный аккаунт, на котором в восьмом сезоне, вдумайтесь, чемпион, седьмом мастер, а в шестом рейнджер, в пятом чемпион. Давайте прочтем личные сообщения. Что тут пишут? Ок, ТГ, в лобби кинь, дай нож на катку, ладно, здорово. Ну, как обычно, прошанничают. Ну, что, ребята, они будут тянуть резину, и погнали, переместимся на инвентарь, потому что инвентарь тут очень большой. Это аккаунт номер два. Давайте смотреть. 12к на балик, и сразу, дзынь. Дальше куча стикеров Йети, я не знаю зачем, по 21 голдишки стоит. Дальше куча стикеров, Crimson School, обалдеть. А давайте мы сейчас ради интереса, а просто ради интереса, а не стикеры так продадим. Операции на рынке заблокированы. Что за дичь? Операции на этом аккаунте заблокированы. Я просто в шоке. Я вообще ничего не понимаю. Я говорю, это реально не обычный аккаунт, он по-настоящему обычный на срам. Так, листаем дальше, листаем дальше, листаем до... Ёханый бабай! Посмотрите, сколько их стикеров. Чего? Кажется, верстает по 50 голдишки. Тут их, я не знаю, как будто штук 500. Может, может, я ошибаюсь? Нет, даже больше. Я отвечаю тут больше. Ну, давайте, ну, штук 600, я думаю. 600, 6 на 5, 300, правильно? Значит, 30к, плюс 30к. Итого, данный аккаунт стоит уже 42 косаря. Ну, теперь идемте дальше. Я вижу, 4к, чарампаки, рафтепаки, ну, это все плюс-минус на плюс косарик еще. Типа, это все не дорого стоит. Фрагмент бокса. О-о-о-о. Блин, ребята, можем один фрагмент бокса откроить. Ну, ладно, я не буду, не мой аккаунт, не очень красиво. Но, виплом боксика, вот как будто надо. Вот как будто один виплом боксик надо. О-о-о-о, обалдеть. Но, мы только что проверили, есть ли подкрутка на аккаунте разработчика, бывшего. А-а-а, ее нету. Хе-хе-хе, атака. Так, давайте дальше. Самое интересное, это инвентарь. О-о-о-о. Хо-о-о. Так, М9, ну, плюс 3 куска. Сразу плюс 3 куска. О-о-о-о. Я не знаю, как это считать. Я не знаю, как это считать, понимаете? Тут каждый скин супер дорогой. Обалдеть. Тут только АКР, ФТХ, знаете, сколько тут штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Шесть АКР, ФТХ. И посмотрите, каждый из них уникальный, с какими-то крутыми, дорогими наклейками. Я не знаю, как это все считать, потому что, если я еще буду считать на видео, видео сняется на пару часов. Фома с Фьюри, четырьмя, как это наклейки называются? Ну, напишите в комментариях, короче, они тоже стоят там по два кастыря. Обалдеть. Вот это аккаунт, вот это наклейки. Мама дорогая, КР, Мираж, Статрек, 12К, МПС-7 Близзард, вау, Статрек еще. А сколько на самом деле стоит? 8К. Так, ребята, прямо сейчас я включаю режим жесткого математика, считаю, сколько все это стоит, и говорю вам итоговую стоимость всей этой страницы. Погнали. Итого, ребятки, эта страница стоит 88 кастырей. Итого, наш аккаунт уже стоит 134 куска. Мы идем дальше, мы идем дальше, мы идем дальше. Опять наклейки, опять эти дорогие, дорогущие наклейки. Я не знаю, но это, я говорю, это походу не бывший раздраб, это походу бывшие получатели бесплатных наклейок. Потому что я не знаю, но если он все эти наклейки покупал, он сумасшедший. Я думаю, ему раньше бесплатно выдавали, а вы как думаете, напишите в комментариях, ну блин, это нереально. И посмотрите, мне же интересно стало, сколько стоит вот эта вот наклейка. Вот я сейчас зайду на рынок, потому что мало ли я неправильно посчитал, сколько стоит эта наклеечка. Смотрите, операция на рынке заблокирована на вашем аккаунте. Я говорю, это чьё-то аккаунт максимально странный. Так, по 4 кастыря стоит наклейка. Понял, 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 окей. Давайте считать дальше. Вот это прям супердрии наклейки. Обалдеть. Какой классный аккаунт некроманстер. Я хочу себе его. Я реально хочу себе его. Ошалеть. Вот это имба. Вот это я понимаю, пошла жара по трупам. Вот это каут. Так, брат, сейчас я всё посчитаю и скажу вам опять-таки итоговую стоимость. Итого, ребятки, 120 косарей. Плюс 120 косарей, потому что абсолютно на каждом скине есть дорогие наклейки. Абсолютно на каждом. Я не вижу ни одного скина без наклейки. Ни одного. Так, листаем дальше. Что у нас? О, USP Stone Cold. Чина здесь. Ох, я не могу. Ну это просто, что это за аккаунт? Где мне взять такой аккаунт? Где мне его взять? Я хочу такого. Отдайте мне, отдайте мне, отдайте. Ребят, ну вот это всё, это плюс 20к, это как минимум. Плюс 20к, потому что один USP Stone Cold с этими наклейками это стоит, ну, 1010. А тут ещё и куча других скинов. Обалдеть. Вот это инвентарь, вот я понимаю. Ё-моё. У него ещё эти наклейки просто в инвентаре лежат. То есть, он ещё не знает, куда их приклеить. Так, ну эти три наклейки плюс 12к сходу. 286 кастарей. Листаем дальше, дальше, дальше. Ох, у меня даже инвентарь лает, я говорю, это максимально странный аккаунт, такого не видел. Сколько стоит этих стикеров? По 25 голдишки каждый. И тут их примерно, ну, я думаю, тысяч, колдишки. Листаем дальше, листаем дальше, листаем дальше. И что же мы тут видим? Ааа, мы видим, ребятки, кучу-кучу стикеров рарок. Я не знаю, у меня сейчас, если честно, немножко даже голова закружилась, потому что, по всей видимости, это ещё и трейдер. То есть, бывший разраб, куча наклеек, фанат наклеек, коллекционер, ещё и трейдер. Ошалеть. Я листаю самый-самый конец. И, ребят, тут я вижу очень-очень много граффити. Очень-очень-очень-очень много граффити. Итого, плюс 25 косарей. Итого, ребятки, да, на аккаунт стоит 316 косарей. Это впервые за историю этой рубрики, что второй аккаунт стоит дешевле, чем первый. Но, ничего, вот, следующий аккаунт вас точно удивит. Ну, по поводу этого аккаунта, разрабы, пыжи разблокируйте рынок. Ну, что же, ребятки, а мы перемещаемся на наш главный аккаунт. Ну, и наш самый основной и самый дорогой аккаунт этот аккаунт настоящего, действующего разработчика Axel Bolt. Это не шутка, потому что этот разработчик из клана Axel Bolt Developers. И самое интересное, что вы понимали, этот разработчик дал это видео, ну, то есть, снял это видео специально для моего видоса. Поэтому, ребятки, прожмите лайк, потому что прямо сейчас мы впервые в истории человечества увидим, как же выглядит аккаунт самого настоящего, действующего разработчика. Первое, что мы видим, ноль голодишки на балансе. ребят, для нас дефолтик. Ошалеть, вы посмотрите, как много пар перчаток. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21 пара перчаток. Это просто что-то с чем-то. Окей, сейчас я посчитаю и скажу вам, сколько стоили все перчатки и скины сверху. 3 days later. 40 эсрей. 40 эсрей. Дзы. Считаем дальше. У нас идут ножички. Притом, обратите внимание, по одной штуке. Вы еще, наверное, подумаете, что это какая-то приватка или еще что-то. Нет, я это все осуждаю. Это действительно аккаунт самого настоящего разработчика. И вам не показалось, потому что у него действительно супер дорогой инвентарь. Обалдетички. Harmony. Harmony. Мама дорогая, давайте считать. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 83 ножа. 83 ножичка. Давайте сейчас мы еще раз просмотрим, что именно это за ножички. Мало ли там какой-то гиргол пропустил или еще что-то. Может, мимик рай пропустил. А, знаешь, что я понял? То, что это все новые предметы, это даже не инвентарь. Вы поняли, это все новые предметы. 83 ножичка, один из которых тачки Harmony, плюс М9 ДГ, М9 Блюблат, М9 Энсиент, все керамбит, М9 Юниверс, Скрэч. Это просто вязка. Сейчас я посчитаю и скажу вам, сколько все это стоит. Итого, ребятки, плюс 260 косарей. И данный аккаунт уже на данный момент стоит 300 косарей. Но это только начало, потому что у нас идет М40 Монстр, который стоит 200к. Сразу сходу плюс 200к. Дальше у нас идет куча других аркан. Да, все эти арканы без наклейки и так далее, но они все есть. Я в шоке. Блин, да я вообще нечестно, разработчик себе может сделать скины, какие он себе захочет, у него будут бесконечно этих скинов. Обалдеть. Ну давайте за все эти скины помимо М40 Монстра, ну это еще минимум ну 1060. Плюс 60к. Итого, 560к. Смотрим дальше. G2 за Фроузен. Обалдеть. Просто обалдеть. Вот это инвентарь. Я понимаю. АК РТХ, куча других скинов. 5-7 Пойзен, который супердорогой. Ну давайте за все это, ребята, ну плюс еще 100к, я думаю, это как минимум точно. Итого, данный аккаунт уже стоит 660 косарей. Ну мы идем до легендарок. АВМ, Витр, Спорт, СТАТРЭК. Если не ошибаюсь, стоит тоже косарей 30. ФАМАС, Монстр, СТАТРЭК, тоже косарей 15. Ну давайте плюс 60к, все эти скины. 720к данный аккаунт стоит на данный момент. Дальше, тут что я вижу, М4-1, Иммортал, СТАТРЭК, М4-1, Кинг, СТАТРЭК, это супердорогие скины. За все эти легендарочки, что видите, ну давайте как минимум возьмем еще плюс 40к. Итого, данный аккаунт уже на данный момент стоит 760 косарей. Так, я вижу, АВМ, Спорт, ВНВ, мой любимый, плюс обычный АВМ, Спорт, плюс АВМ, Митр, Спорт. Ну ребят, ну вот это все, что видите, ну по факту, плюс 50 косариков. А шалить какой-то другой аккаунт. Блин, разрабы, вы что? Мне всегда было интересно посмотреть, какой же аккаунт на самом деле у разработчиков. Так вот, прямо сегодня мы все это узнаем. Обалдеть, вот это да, вот это я понимаю инвентарь, вот это скины, ох, ребята, мне же немножко не по себе. Обалдеть, не встать. Так, ну что же, сейчас я посчитаю, сколько стоили все эти эпики сверху и скажу вам итоговую стоимость. Итого, ребятки, все эти эпики сверху плюс 30к. Да, нокаут стоит уже 840 тысяч. Дальше у нас идут рарки, 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 очень много рарок, очень много рарок, супер много, янкомонки, икомонки. Ну давайте плюс еще 10к. О, пошли брелочечки, брелочки, ну брелочки тут не супер дорогие, но тем не менее, они тоже что-то стоят. Ну давайте все эти брелочки, плюс 15к, плюс 15к, потому что тут есть чиби джой, чиби яка, это дорогие брелки, поэтому плюс 15к, это все точно стоит. Дальше идут чарм легендарки, чарм эпики, куча-куча всего, ну плюс давайте 10к еще. Так, смотрим дальше. У нас пошли наклейки. Наклейки тут прям супер дорогие, наклейка быка, она очень дорогая. Да это все наклейки супер дорогие, наклейка дрэгона, что тоже кастреет 5, наверное. Фрост и шторм тоже дорогая. Обалдеть, ребята, это все наклейки, арканы. Давайте по самому минимуму возьмем, это плюс 20к. Да такие 20к, там одна рдеет, рдеет хэт стоит 15к, плюс давайте еще, плюс 30к даже, хотя бы давайте так. Итого, дан аккаунт на данный момент уже стоит 910 кастрей. Тут еще и самураи есть, мать моя женщина. Тут есть дроп зе бомб. Это очень дорогой стикер. Стикер Бэтрайдер, плюс 30к. И все что видите, это минимум. Это все очень дорогие наклейки. Стикер гуль. Гуль. Ошалеть не встать. Просто вот это разрабы дают. Там был гуль. Ох, ребят, давайте так, сейчас вы все эти наклейки просмотрите. Просто если я буду считать, это будет супер долго, я вам скажу итоговую стоимость всех этих наклеек. И всех этих графики паков, которые вы видите прямо сейчас у вас на экране. Итого, ребятки, плюс 20. Наш аккаунт уже стоит 960к, но прямо сейчас мы дойдем до основной стоимости этого аккаунта. Потому что все, что мы сейчас только что видели, это все новые скины. А я хочу прямо сейчас вам показать. О, а вот он тот самый инвентарь разработчика. Вот, вот так он и вон выглядит. ОСАЛЕТЬ! АВ МТХ! Чего? Голд Скул, Панишер, Слопин, Мэтл Ред. И еще и этот Чармик, я забыл его называть, но супер дорогой. Обалдеть, мать моя женщина, Керамбит Голд! М4-1, Еро оф Зе Тайгер. АК РТХ, с очень почмаком! Обалдеть! Я думаю, что вот это все, что мы сейчас видим на экране, это минимум, 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 плюс 400 кассерей, плюс 400 кассерей. Итого, данный аккаунт стоит барабан и дроп-модожор миллион триста шестьдесят тысяч! Я не верю моим глазам, вот это я понимаю, вот это аккаунт! Ошалеть! Ну что же, мы уважаемые подписчики, смотрелось такое крутое видео, оно было действительно эксклюзивное и интересное. Прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и самое главное, подпишитесь на мой Телеграм и на мой Твич. На Твиче сегодня буду стримить, а в ТГ подарю вам халявных пятки, среди колдишки за подписку. Все это же ссылочки в описании, всем удачи, всем пока-пока!